В эфире «Взгляд»! Здравствуйте! Мы переживаем пока не самое худшее, но не самые легкие времена. Здравый смысл с нарастающей скоростью выходит из моды. В задымленном до предела выхлопными газами городе давно появились места, где, как стало модно говорить сегодня, для нашей собственной безопасности запрещено курить. Яркий пример этому бетонно-асфальтовые перроны Одесского железнодорожного вокзала. Тяжелые времена, когда реальность из реальной превращается в виртуальную. За мзду на генетически модифицированных продуктах появляются печати без ГМО. Даются разрешения на нарушение стандартов техники безопасности. Вымогательство в любой форме стало нормой жизни. Но в придачу к нашим внутренним проблемам прибавились внешние, навязанные нам западными странами. Они влияют на качество и уровень нашей жизни гораздо сильнее, чем любые внутренние. Это втягивание Украины в финансовую зависимость, это развал украинского сельского хозяйства и навязывание импорта, что неизбежно ведет к дальнейшему обнищанию нашего крестьянства. Стоит ли напоминать о том, что мы таким образом уже поставили свою страну в продуктовую зависимость от Запада. Но тем не менее, мы продолжаем перенимать и внедрять у себя вредные во всех отношениях методики и правила, которые рано или поздно поставят нас в полную зависимость от мировой империи. Мы переняли американскую систему образования, начали вверять свою жизнь психологам больше, чем родным и близким. Мы начали принимать чуждые нашей природе законы и правила. Однако отбросим в сторону политику и обратимся к основам существования. Представьте себе, что мировая империя решила наказать нас голодом. США уже неоднократно применяли и применяют такую практику в африканских и арабских странах. Единственным средством для выживания как раз и было бы развитое сельское хозяйство, садоводство и огородничество. Но учитывая, что мы так любим перенимать американский опыт, как бы нам не совершить очередную ошибку, не принять закон, противоречащий здравому смыслу. Давайте заглянем за горизонт. Так сказать, в то будущее, где такой закон уже существует. Сельскохозяйственный биль Сената США С-510, принятый в июле 2010 года, под угрозой уголовной ответственности запрещает выращивать, делиться, обмениваться или продавать продукты, выращенные на садово-огородном участке. Он также предписывает американским фермерам, что сажать, в каком количестве и как выращивать. Этот биль издан под названием «Акт контроля над безопасностью выращиваемой еды». Владелец частного огорода может попасть в неприятности и стать нарушителем закона за выращивание обыкновенных помидор. Люди звонят в студию отовсюду, говорит Гленн Бэк, и жалуются на этот кошмар. Звонят фермеры и даже садоводы. Скажите, это правда? Абсолютная правда, отвечает Дебби Стоктон, председатель Национальной независимой потребительской ассоциации фермеров. Тим Уайтман, владелец небольшой молочной фермы, поясняет, Выращивание скота, как трактует биль и производство молочных продуктов, относится к разряду потенциального риска, особенно молоко. Если я не буду подчиняться указаниям и предписаниям правительства, меня могут закрыть и конфисковать коров. Скажите, кому это выгодно, спрашивает Гленн Бэк. Большим фермам и корпорациям, подтверждает Дебби Стоктон. Ну, жадность корпораций понятна. А вот при чем здесь правительство? Ведь в США уже создан департамент огородно-садового контроля. Полиция имеет право проверить, что выращивает американский домовладелец на своем заднем дворе. А правительство здесь при том, чтобы контролировать всех и каждого американца. Сегодня финансовая элита спровоцировала движение «Захвати Уолл-стрит». А завтра свободолюбивые американцы могут подняться против системы с оружием в руках. И самый эффективный способ борьбы с ними – заморить их голодом. Корпорациям будет достаточно прекратить поставку еды в супермаркеты. Но дядя Сэм хочет убедиться, чтобы у недовольного населения не осталось еды даже в собственном огороде. Поэтому делёшь продуктами с соседями, угощение друзей своим урожаем, как в старые добрые времена, сегодня в Америке считается преступлением. Биль вошёл в силу, и результаты незамедлены показаться. Региональные власти подали в суд на фермера за выращивание слишком большого количества овощей. Посмотрите репортаж второго канала новостей из Джорджии. Региональный суд графства Де Калп, штат Джорджия, осудил Стива Миллера за выращивание очень большого количества овощей. По мнению регионального судебного маршала, оборот по выращиванию органических овощей стал слишком крупным для двухакрового участка фермера. Это моя страсть, говорит Стив. И, к сожалению, моя страсть привела меня к неприятности, и я не понимаю, почему. Миллер выращивает овощи уже 15 лет. Он угощает ими друзей, соседей, иногда платит овощами подрядчикам, а также продаёт их на местных крестьянских рынках. Стиву Миллеру грозит штраф в размере до 5000 долларов. Позже суд закончился не в пользу Стива Миллера. Он вынужден был уплатить штраф. Настоящий шок у американцев вызвало видео, записанное секьюрити-камерой в кооперативном продуктовом магазине натуральной органической еды в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Полиция провела рейд с целью изъятия всего лишь нескольких галлонов молока, привезённых с небольшой частной фермы. Посмотрите на эти кадры. Картина выглядит так, как будто полиция проникла в цех по производству наркотиков или на склад незаконного хранения оружия. Полицейские двигаются с оружием на изготовку, как будто кто-то собирается оказать им вооружённое сопротивление. А в это время напуганные, непонимающие, что происходит, продавцы, наверное, дрожат от страха где-нибудь в подсобке. Это видео, выставленное на YouTube, вызвало негодование миллионов американцев. Неужели у полиции нет более серьёзных дел, чем третирование пары испуганных продавцов, задают вопрос многочисленные комментаторы. По утверждениям многочисленных очевидцев, изъятое молоко полиция вылила на асфальт в присутствии и на глазах у группы бездомных. В ворота задней стороны магазина громко постучали. Я спросил, что происходит. Они ответили, у нас есть ордер на обыск, и они направили на нас оружие. Я испугалась. Я не могла понять, что происходит. Крестьянское мясо, молоко, сыр, зелень, яйца, мёд. Эти чистые и здоровые продукты помогают мне чувствовать себя хорошо. Магазин клубного типа «Свежие продукты» находится в городке Венис, Калифорния. Новые члены клуба подписывают документ, в котором говорится, что они хотят покупать именно такую еду. В этом-то и суть этого магазина, объясняет директор Джеймс Стюарт, что еда не подвергается пастеризации, гомогенизации или любому другому опроцессированию. Агенты брали пробы продуктов на этой ферме в Сан-Паулу, которая снабжает магазин. С неё и началась эпопея с обыском магазина. Шерон Пальмер с тремя сыновьями управляет этой фермой, которая уже несколько лет находится под наблюдением государственных полицейских организаций. Мои дети стояли и смотрели, как на меня надевают наручники. Меня отвезли в тюрьму. Пальмер провела ночь в тюрьме графства Вентура, но обвинения ей предъявлены не были. Суть не только в том, что корпорации хотят, чтобы население планеты потребляло только их продукцию, а в том, что они не хотят видеть людей свободными, независимыми в своём выборе. Они хотят контролировать нашу жизнь со всех сторон. Теперь несколько слов о состоянии самих фермерских рынков. Многие из них и фермерскими-то называть нельзя, потому что под этой вывеской сельскохозяйственные корпорации чаще продают свою генетически модифицированную продукцию. С фермером можно поторговаться, а также получить вес с походом. На большинстве фермерских рынков Калифорнии, Невады, Аризоны на продуктах стоят ценники, как в супермаркете, а при попытке торговаться продавцы широко открывают глаза, не понимая, о чём идёт речь. Любая попытка людей в США вернуться к сельскохозяйственным истокам жестоко пресекается полицией. Два раза мне довелось наблюдать лично, как полиция буквально громила частные овощные рынки. Ящики с овощами и фруктами переворачивались вверх дном или высыпались на проезжую часть. А вот ещё пример нового закона в действии. Джулии Бас, жительница городка Оук-парк, штат Мичиган, грозит тюремное заключение сроком на 93 дня. Её преступление – выращивание овощей на своём участке. По заявлению представителя отдела городского планирования Кевина Рулковский, её растения были посажены не по общепринятому коду. Пока что на наших украинских рынках выбор ещё есть. Хотя с каждым днём он уменьшается. Какой смысл покупать овощи и фрукты на рынках, если они точно такие же, импортные и корпоративные, как в супермаркетах. Да и суть крестьянских рынков в том, что если корпорации откажутся поставлять продукты, потому что Украина стала в их понимании, скажем, политически неблагонадёжной, то украинский народ будет кормиться с родной земли. Не страшно ли нам, жителям бывшей житницы 15-ти союзных республик, травить себя порошковыми молоком и вином, или птицей, вскормленной на корпоративных химических добавках, или колбасой, которая и колбасой-то больше не пахнет. Меняются президенты, меняется и политика, а кушать здоровую пищу хочется всегда. Будьте со взглядом. До встречи в эфире.